МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь, ты, конечно, помнишь программу «Полнолуние», которую я снимал на канале «Россия». Конечно, Матик, я помню все периоды твоей жизни. От «Полнолуния» до «Номолуния» во всех фазах луны и солнца. Но вот эту программу я делал больше 20 лет назад. Как-то я пригласил Ренату Литвинову. Она не была еще так знаменита. Меня очень удивило, что Рената захотела встретиться заранее, чтобы обсудить наш разговор, о чем мы будем говорить в кадре. Рената пришла ко мне домой и почему-то принесла связку бананов. С того момента началась наша дружба. Да, но со мной Рената пошла много дальше. Значит, наше знакомство началось с того, что она предложила мне сценарий, который она пишет специально для меня, написала его, сказала, что хочет быть режиссером этой картины. Потом этот сценарий странным образом исчез и остались только воспоминания. Да, в том фильме вы должны были играть любовников, а встретились позже на сцене, где сыграли мужа и жену. В спектакле «Светли обвинения» по Агате Кристи. Да, это прекрасно. И на самом деле могу тебе честно сказать, что Рената одна из самых моих любимых партнерш. Я, Игорь, предвкушаю нашу сегодняшнюю встречу. Ничего я предвкушать-то, Вадик. Все, пойдем уже, как сказать, насладимся и воочию. Давай. Ренаточка, здравствуй, дорогая девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень счастливы, Рената, что наконец-то, через много-много лет после того, как мы позвонили тебе и сказали, Рената, приходи к нам в гости. Ты собралась и пришла. Ну, вы мне очень благодарны. Мы тебе очень благодарны. А еще я тебе благодарен за твой спектакль «Северный ветер». Спасибо большое. Я, во-первых, тебя поздравляю с этой премьерой. И это я абсолютно, я готов его смотреть и пересматривать. И знаешь, как один у тебя там герой или героиня говорит, безумие, маловато безумия, то у тебя такое количество этого безумия потрясающее. Ты великолепная клоунесса, а это высшее, я считаю, актерское такое качество. Вот как ты, ты же несколько ролей играешь, когда я смотрел, это играло «Северный ветер». Боже мой, как мне это жить даже после этого. Глазами, который расстреливает елку, который антисевер. В общем, останови меня, короче говоря. Я вас остановлю. Можно его лишить? Останови, ладно. Я тоже что-то хочу сказать. Не надо сейчас мне что-нибудь сказать провокативное. Скажи. Почему нас не переводят на большую сцену? Можно я обращусь? У вас тут камера. Я так хочу на большую сцену. Потому что мне там на этой маленькой сцене крайне узко. Честно, на это пространство, которое мне кажется так... Не хочу такое вот это вот. Я хочу чирку. Хочу быть владычицей морской. А, Ренат, а это... Всегда. Всегда. И во всем. Во всем. И во всем. Ну, давайте... Если я не хочу быть владычицей, то зачем тогда я здесь с вами? Вы же только с владычицами разговариваете. Только. Но эта сказка, Пушкинская, она заканчивается как-то печально. Про владычицу морское. Но все мы станем старухами и стариками. К сожалению. Я не понимаю, а вы одновременно родились или с паузой? 15 минут разница. Да что вы. Да. Как ты думаешь, кто из нас старше? Ну, вот вы все-таки. Ты. Вадим. Не угадала, Ренатичка. При своей прозорливости. Ну, зачем вы так? Я же ему хотела сделать приятно. На 15 минут. 15 минут. Но он старше. И все-таки старше. Ну, не так много. У вас, кстати, одинаковые брюки. Да, у нас одинаковые брюки. И только. Вот посмотри на нас. У нас только одинаковые брюки. И, по-моему, даже галстуки одинаковые. А кто вас так нарядил-то, господи? Мне кажется, надо чем-то отличаться. Я же пять лет его называла Вадиком. И он мне, наконец, заорал практически. Он тебе сознался, что он зал тыг. Можно, в конце концов, запомнить, что я не Вадик. И хлопнул дверью. Я вздрогнула. И с тех пор я не путаю. Мои умницы. А ты в какой момент поняла, что хочешь? Я хочу подъехать к вам. Чего вы меня так далеко посадили? Ну так, не бойся. Я даже не могу докоснуться до вас. А у нас сейчас очень сложная ситуация в мире. А он ко мне пристает. Но Вадик это делает, как ты видишь, так, что его не обвинят. Иду обратно. Нежно, бережно. А главное, он тут же остановился. А я остановился мгновенно. Но вы так нежно на сцене общаетесь, особенно в финале спектакля. Свидетели обвинения, как вы вдвоем уходите куда-то вдаль, взявшись за руки. У меня нет вариантов, как не уйти с ним за руки. Как все началось, Ренат? Можешь сказать? Как я стала театрой? Как ты стала актрисой? Артисткой я стала и за Кирой Муратовой, которую я очень люблю. А театральной артисткой я стала и за Адольфа Яковлевича Шапирой. И за нашего Олега Павловича Табакова. Такие вот дерзкие два товарища, которые меня вдруг сделали театральной артисткой. Потому что, в принципе, некоторые артистки считали, что я позор МХАТа. Ну, вы, наверное, в курсе. Да. Меня из одной гримерной выгоняла артистка, которая была написана на этой гримерке. У меня до сих пор нет своей гримерки, где бы написано было Литвинова. Ну, ты же не в штате театра, поэтому у тебя нет своей гримерки. А, вот так? Я думаю, так. Нет у меня своей гримерки, товарищ. И нигде я не написана. И ни в каком я не в штате. А я помню, в Риге, когда у вас были гастроли, свидетели обвинения, на гримерке было написано Р.М. Литвинова и Э.Верник. То есть, Верник, у вас была одна гримерка на двоих. Серьезно? Это мое условие? Я много лет уже настаиваю на этом. А почему ты каждый раз... Я даже фотографировал. Я каждый раз приходил. Мне говорят, Рината садится в какой-то уголок. И после этого она говорит, меня гонят из гримерной. Пожалуйста, у тебя есть гримерная. У тебя есть театр, а моя гримерная. А я помню как-то... Мы с тобой почему, я не помню, почему-то на полу сидели в художественном театре и говорили вот про Раниевскую, как это будет, когда еще не было роли. На полу. На полу. Вот почему-то на полу это было за кулисами. А я, знаешь, с телевизионным взглядом даже думаю, где камера? Почему эта камера не снимает? Тебе надо начинать уже писать какие-нибудь мемуары. Да. Потому что или просто вот так его сажать, пусть он это где-нибудь преподает. А я тебе могу помочь. Мне кажется, тебе надо преподавать. Потому что у тебя есть какая-то странная недовысказанность. Ты все время хочешь что-то вспоминать. Это же, может быть, какой-то момент учительства. Я вот советую. Да, хорошо. Да, в кармическом смысле учителя это самые главные люди. Вернемся к моему вопросу, который я задал несколько минут назад. А именно, если бы не фантазия Шапира, если бы не вот эта идея, которую поддержал Алик Павлович, ты бы не оказалась в театре. У тебя такой идеи не было. Абсолютно. Но, с другой стороны, видите, получит какая-то такая судьба, от которой не открутишься. Посыл туда-сюда. Да. Чтобы пронзать зал. Совершенно верно. Но я до сих пор сейчас, есть, мне говорят, что не слышно. Надо говорить громче. Я все время это самое ближе к краю сцены. Так подождите, с микрофона можно повесить один микрофон, другой микрофон, сверху микрофон. Я, кстати, ненавижу, когда говорят через микрофон. А ты себя не чувствуешь тогда или что? Нет, я просто знаю, когда ты, когда публика, и когда все говорят в микрофонах, ты начинаешь уставать от этого неестественной громкизны. Но, с другой стороны, был же Смоктуновский. Вы же видели, как он играл? Да, я играл с ним в разных спектаклях. Он же был гений. А есть, конечно, в угоду публике. Есть такие артисты, которые угождают публике. Партнер бывает играет только вот это. Себя. Если ты ему скажешь легкий какой-нибудь, забьешь его с его ритма, и он вдруг так удивленно на тебя смотрит и обнаруживает, что ты тоже стоишь рядом с ним. Но вообще это интересно, Ренат, что ты обучаешься в каком-то смысле этой профессии, уже находясь непосредственно в процессе. Но это же в каком-то смысле мускул, театр. Ты тренируешь свой актерский мускул. Чтобы я, закончив в ГИК сценарный факультет, могла думать, что я могу без стеснения читать какую-то роль, я вообще не могла этого носить. Мне казалось, что это глубоко. Ну, какой-то глубокий зажим во мне был, а сейчас нет. Я могу взять и исполнить вам все, что вы хотите. Вот тогда, когда ты была девочкой, которая поступила в ГИК на сценарный факультет, ты была очень зажатая девочка. Я была скромной, хорошей человек. Сейчас все совсем другое. А что сейчас? Я сейчас, видите, прошла многие эти огни и воды. Да? Да. Да и трубы прошла эти вот самые медные. Кстати, я ненавижу тех, кто их не проходит. Согласен. Что такое вот, когда человек начинает зазнаваться. Это нехорошо. Ну, так вот, ты была скромной девочкой, застенчивой, как ты говоришь, хорошей. Надо было у Федя спросить. Мы сейчас говорим про Бондарчука. Бондарчук. Он учился на актерском? На режиссерском. А я училась на сценарном. И вы общались? Мы учились параллельно. Периодически общались. Меня очень часто, кстати, звали сниматься как актрису, а я была сценаристкой. И, в принципе, мне не нравилось играть. Это все время терпишь. Особенно, если режиссер какой-нибудь идиот. Это же было ужасно. Я так приняла участие в нескольких каких-то театральных эпизодах. Это был такой мрак, такая бездарность. Мне не понравилось. Я сказала, что я не буду артисткой. И артисткой я стала только из-за Киры Георгиевны, которая для меня была эта... Мы тайно смотрели ее фильмы. Тогда же был Советский Союз, Кира была на полке. А в Афгике тоже нужно было тайно фильмы смотреть? Да. Мы ездили в Белые Столбы, заказывали фильмы, шли по этой дороге. И я все время представляла, что так нас ведут на расстрел. Мы же сценаристка. И тоже зря времени не тратила воображение. У меня гуляла. И мы смотрели там Бергмана. И я, кстати, между прочим, одна из немногих посещала историю кино. Это не обязательно был предмет? Это были самые ранние эти пары, когда тебя никто не проверяет. Ты идешь, приходишь, смотришь фильмы. А ты жила же недалеко, на Бабушкинской, доехать рядом, да? На Ботанический сад. На Ботанический сад. Да. Меня все время спрашивают, почему я поступила в Афгике. Я пришла рядом с домом. Ну, конечно, мама стоматолог. Она не стоматолог. Она была в челюстной хирургии. Сейчас она стоматолог. А тогда она даже людей спасала. Подожди, а чем отличается челюстная хирургия? Ну, если тебя где-нибудь забьют, ты потом поймешь разницу. Прям по голове. И так она говорит, вот у нас тоже был один такой. Тоже так нервничал, нервничал, разводился. А на операцию взял, у нас и умер. И чего нервничал, разводился? Может быть, ты поэтому стала драматургом, что мама такие истории рассказывала, что как тебе захотелось их записать? Режет по-живому. И у мамы мышление такое образное. Знаете, очень образное. И, кстати, ей постоянно попадаются все время кто-то, кто-то, кто умирает. Умирающие. Она все время обожает пощупать пульс. Что-нибудь там такое констатировать. И констатировать. То есть у тебя любовь к смерти и ко всему, что с этим связано, ты уже от мамочки. У меня нет любви к смерти. Но просто она присутствует. Как бы ты, Вадик, не закрывал на это глаза. А я хочу пока закрывать на это глаза. Зачем? Это главные два философских вопроса. И друг без друга они существовать не могут. Любовь и смерть. Почему же вы так избегаете этого? Вадим. Почему это два главных вопроса? Ну, если бы ты был бессмертный, смог бы ты любить? Нет. Нет. Почему? Ну, потому что, наверное, чувство конечное. А ты сейчас кого-нибудь любишь? Да. А женщину какую-нибудь? Сейчас, наверное, не люблю так, как хотел бы любить. А ты любишь сейчас так, как хотела бы любить? Да. Любишь? Ну, конечно, есть у меня еще просьба к любви. Но все-таки да. А мне теперь вот хочется спросить, а ты? У меня тоже есть вопросы. Боже мой, все такие одинокие. У меня, кстати, кот очень часто подкладывается ко мне. По-настоящему живой кот. Черненький, Миша. Хотя бы кто-нибудь. Ладно, это я шучу. Не, ну хорошо, подожди. Кот подкладывается. Я просто советую Вадику. Я могу подарить котика. Когда у тебя день рождения? Котик от Ринаты прекрасно. Возьмите. Буду ждать. Не придушишь. От вас возьму. Потому что... Господи, придушишь. Почему у тебя страшные такие сразу мысли? Потому что ты въездишь, это маньячная. Это правда. Послушай, у меня есть Джек Рассел дома. Ну да, немножко нервная собака. Да, даже очень нервная собака. Да. Они охотничьи. Но я, да. Подкопы делают. А у тебя Джек Рассел есть? Была. Скончалась. Ну, теперь Миша кот. Светлана дико ревнивая. У нее были со мной счеты какое-то время. Да? Туфли все изгрызывала. И в них... Вот я знаю, что такое женщина. Она потом пыталась наладить со мной отношения, и она ходила и прихрамывала. Это она притворялась, что она ранена. Но там так вот чем-то ей там свистнешь, кинешь ей, и она так молниеносно выходила из роли. Ну, Ренат, она была, знаешь, женщина, да? Она была чудесной. Значит... Она как могла сражалась и за там право лежать в ногах у одного мужчины. Ну, послушай, как всякая женщина, она пыталась, конечно, вести с тобой спор, и, конечно, проигрывала, потому что и тут же начинала хромать. А ты хотел рассказать про свою жизнь? У тебя она была, а у меня он. Видишь, как все немножко... Значит, у меня кобель. А, не, вру, что я говорю. У меня сучка, у меня дыня. Что сейчас? Ренат, ты все перепутала, ты все вверх дном, на самом деле. У меня... Ты даже не помнишь, какой у тебя национальности. Нет, она прекрасна. Кстати, национальности я не выяснял. Я думаю, англичанка, Джек Рассел. Игорь, давай я вкратце скажу, я ненавижу эту собаку. Ненавижу всеми фибрами своей души. Я говорю, я к тебе в гости приезжать не буду, если буду видеть эту собаку. Ну так нельзя. Вот как вот такому дарить вообще кота? Да что ты? Ну, может быть, я за это... У меня день рождения в октябре. Еще время есть мне психологически поменяться как-то. Настроиться, вернее, на эту кота. Нет, но я тебе объясню, что ей не нравится. Она ла. Наверное, у него чистота, наверное, дома. Да. Есть такое? Да. Есть. Кошмар. Кошмар. Вообще очень скучный человек. А у тебя дома что, не чисто? Да у меня там хайван. То есть? Мы бы не прижились друг с другом. Я бы придушила вот его бы. Так ты вот видишь, а он бы... Ты бы придушила его, но... А он бы не успел придушить котенка, который ты ему организовал бы. Понимаешь? Ты сейчас что сказал? Вначале я писала, как какой-то ребенок. Это я? И даже когда-то перечитывала из своей работы, думала, боже мой, они написаны простыми предложениями. Подлежащее, сказуемое, маленькое определение, точка. Может быть, красота есть в этой простоте, но она такая какая-то... Такая детско-даунская. А потом меня как подменила. Я не понимаю, что со мной случилось. Даже я помню, у меня профессорша или кто-то там, они говорили, ну ты, наверное, не сама написала свои работы, потому что нельзя взять, так и резко поменяться. Стиль поменять. Да, это два разных человека написали. Кстати, я сама на себя написала. Я придумала такую теорию, что вот у меня были руки ровные, а потом вдруг у меня как-то стало какой-то здесь как будто на хвост. Это правда. Моим рукам приросли чужие руки. Я помню, что они все время так ощупывали. Я научилась рисовать, я научилась шить, и мне хотелось что-то сделать руками. И хочется все время сжать что-то. 2003 год. 2003 год. Ну и нормально, я, кстати, до сих пор с этими руками осталась. Не своими. А в какой момент появились эти руки у тебя? Прямо где-то на первом курсе, когда я ушла из дома. В какой-то момент они вдруг стали совсем другими. И стала писать я, и стала рисовать, и вот стали они у себя вести. И, кстати, дико странно постарели. У меня всегда были старые руки. Ну ладно, у тебя прекрасные молодые руки, не выдумывай. Нет. А какая связь с тем, что ты из дома ушла? Ты знаешь, когда ушла из дома? После этого приросли руки. Мне кажется, что все равно ты должен как-то сам отправиться в отдельный путь. Ты не можешь сидеть все время при маме. Тем более, если мама такая мощная. Она же тебя переедет, и от тебя ничего не останется. Ты знаешь, я с Алисой Михайловной близко не знаком. Я пару раз был у нее в кресле. Ну, если бы ты знакомился бы, да. Ну, хорошо. Но мне... Она бы тебе в детстве переехала бы. Почему? Сильная женщина. А вот сейчас у меня родилась Ульяна, я вот с ней жить не собираюсь, я боюсь. Я уже вот это где-то была. Вот мне много лет, кстати. И я такая начинаю дрожать. И говорит, я была, вот была. А где-то ночевала. Я говорю, что за вопросы? Ночевала я. Я же пришла. Это безобразие. Притесняет очень сильно. Есть такой какой-то момент контроля. Представляете, ты старенькая, крадешься. Ну, может, выпила. Тебя встречает такая. Не дай бог еще с какой-нибудь этой расправою. Со скалкой в руках, да? Я хочу, да. Хочу быть старенькой, заходить с кем хочу. И ночевать тоже, где хочу. А у Ильяночки-то где жить? Я могу даже уйти и оставить ей свою квартиру. Главное, чтобы меня не притесняли. И селиться куда-нибудь. Вот видишь, мама тебя притесняла. Все тебя притесняют. Вам хотя бы у тебя гримерные свои нет. Нет. Мамочка притесняла. Дочка даже родник. И даже ты меня притесняешь. И надо врываешься без стука в гримерную. Да. Что же мне стучаться там? Какое-то безобразие. Но вы же играете мужа и жену. Я для него вообще не эта самая. Вы же играете мужа и жену. Родственница какая-то. Он уже в роль входит, конечно, ты родственница. Престарелая. Вообще безобразие вот. Я сегодня уговорю. У меня есть условия. Иначе я не согласна ни на что с тобой. Цветы. Ты мне должен подарить сегодня букет. Я тебе приготовил цветы. Всю. Да? Да. Сейчас? А мы сейчас вынести цветы? Давай, я не верю. Давай, Игорь. Хочешь здесь цветы? Он обманывает ни одного цветка за все наши годы знакомств. За столько лет я не подарил тебе ни одного цветка? Ни одного. Игорь, как такое могу случиться? Потому что я ждал сегодняшнего дня. Потому что я ждал сегодняшнего дня. Это невероятно. Смотри. А где эти цветы? Мы сколько с тобой знакомы? Ты где их взял? Ты, наверное, отобрал у кого-то их. Да. Там сейчас шла по улице женщина. С мужчиной. И я смотрю, он вручает ей букеты. Я вырвал из рук, побежал. Я тогда тоже встану. Ну ладно, я шучу. Это тебя. Можно я отдам той женщине, у которой я попал? Раньше, молодец. Я тебя хвалю. Так? Отдай мне их. Он же будет их дарить каждой участнице интервью. Я сдену. Да, да, да. Это букет, в котором у нас сегодня еще много женщин будет. Вы не понимаете, я просто, Игоря, так давно и хорошо знаю. Вот что с ним случилось, это же какой-то прорыв по фазе. Это он на свои деньги купил? Конечно. А я просто, знаешь, неожиданно тут заработал. Просто его ты решил. А для тебя было важно создать некий имидж, свой образ? Ну, хочется быть вороны. Вот такая. И не с этой стороны, как у него. Правда. Не с вороны, гнездо на голове. И вид иметь. Чего? Ну, такой, какой бы мне нравилось смотреть у других женщин. Если бы я хотела там создать какой-то нечеловеческий имидж, я бы его переносила бы в кино. Там надо делать и самоутверждаться в творчестве. А так это как-то... Мне кажется, какая-то странная трата времени и сил на какой-то имидж. Не нравишься ты себе очень... А что это за... Это мановцы с тобой что-то сделали тогда? Какой-то катки у меня посадили. Катки, это у меня дома снимали тогда. Надо было катку отодвинуть. Я и катка. А ты катка, да. А что у тебя за прическа такая вот была в тот момент? Ну, кстати, ничего. Ничего, очень даже хорошо. А почему ты так с собой недовольна? Закудрявилась. Нет, наоборот, я всю жизнь с собой недовольна. Да ладно. Тут-то прям отлично. Ты же прекрасно знаешь, как ты можешь быть с собой недовольна, если ты предмет подражания для сотен тысяч женщин. Если они исследуют не просто, они смотрят на тебя и думают, ах, язву, они исследуют каждый твой жест, каждое твое слово, каждый твой наряд. Какая-то грубая лесть. Ну, хорошо, если вы хотите, давай. Так, это констатация факта. А на самом деле как? Никто меня не копирует. Никто тобой не восхищается. Это невозможно. Невозможно. А если копируют, то бездарно. Ну, а тебя пародировать-то одно удовольствие. Ты же очень особенная. Вот эти руки. Вот это ты говоришь, руки появились на первом курсе. А до первого курса какие были руки? Сдерживаю. Какие руки были до первого курса? Ровненькие и тихие. Ну, покажи. И писали односложно. Ну, помнишь их или нет? Мама мыла раму. Все. И тебя приняли с этой мамой мыла раму в институт? Ну, попроще я писала, да. Ну, кстати, все сама. Все сама. Но мне кажется, я просто понравилась внешне приемной комиссии. Там же был Габрилович. Он же был большой ценитель женщин. Евгений Габрилович. Он мне там же, на приемных экзаменах, предложил в соавторстве написать сценарий про депутата. Сейчас у тебя большая армия, так сказать, людей, которые рядом с тобой, которые продумывают твой стиль вместе с тобой всячески. А тогда, вот я прям очень хорошо помню этот момент, вот это вот твои красные губы, прям алые-алые-алые красные губы, чуть-чуть белый такой тон, чуть-чуть такой выбеленный, а? Плохо? Нет. А какая тебе больше нравится, тогда или сейчас? Только честно, давай. Вот честно, вот честно. Давай, чего? Расскажи хотя бы, как я сейчас, лучше или хуже? Вот честно. Честно? Сейчас. Я, на самом деле, когда посмотрел эту передачу, я помнил ее, конечно. Ты был разочарован, да? Не разочарован, но такой чуть-чуть образ не моей Ренаты. Да? Да. А сейчас моя Рената. Серьезно? Да. И чем же вот сейчас я лучше? Я же просто старше. Ты естественнее, ты гармоничнее сейчас. Там есть нарочитость в той Ренате была. Какая же там нарочитость? Была нарочитость. А сейчас все гармоничнее, мне кажется. А старше, не старше, какое-то имеет значение. То есть возраст не имеет значения? Ну, мне кажется, ты лукавишь, когда ты говоришь про возраст. Для тебя самой я абсолютно уверен, что ты на этом не зацикливаешь. Нет, подождите. Ты меня ничем не утешил, но утешь хотя бы чуть-чуть. Я действительно считаю, что та девочка, которую мы сейчас смотрим на экране, она была удивительная, поразительная, очень тоже ни на кого не похожая. Но сегодня, поскольку прошло довольно много времени, перед нами женщина, которая с возрастом обретает самое главное, что есть у женщины. Достоинство, силу, мудрость. Та Рената хотела многое доказать. А сейчас ты уже всем все доказала. Мне кажется, в этом разница. Как маме твоей удалось вырастить такую девочку? У меня мама сама, кстати, между прочим, не сбывшаяся артистка. Скажу честно. Жертва кинематографа. Она, кстати, обожает канал культуры, когда показывают старые фильмы. Все смотрит. Я сейчас спрошу про вашу передачу. Слушай, а мы как-то с мамой с тобой рядом сидели, смотрели фильм... Какой? ...Сторожевой Веры. Небо, самолет, девушка. Это было в ЦДЛ, по-моему. Мама смотрела, никаких эмоций на лице. Она мне сказала, что вот Доронина, когда играла, там было видно, что она летает на международных линиях. Что она нормальная зарплата, и у нее есть укладка. А ты что? Это ее было единственное высказывание. Потом что-то про ногтевое ложе ей не понравилось. А на фильме «Увлечение» Киры Муратовой, вот когда я говорила эти монологи медсестры, очень стал смеяться зал на моих монологах. И когда вот стали первые разы смеяться, она ударила человека впереди, который засмеялся. А ей казалось, что это трагические монологи. К сумкой. Я не успела перехватить сумку. Она ему треснула по голове. Потому что ее девочка говорит драматические вещи. Она говорит, как он смеет смеяться. Я у нее вырвала сумку, говорю, мам, ты чего? Извини, мама, что я такое рассказываю. Слушай, как хорошо, что когда мы с Алисой Михайловной вместе сидели, что я тоже эмоции не высказывала. Они все были внутри. Хотите, я вам расскажу, как она боролась, чтобы я поступила в институт? Вообще, она не верила, что я поступила. И она мне потом призналась, что она делала, чтобы я поступила. Она вымыла весь подъезд. Какая связь? Я не знаю. Она сказала, для того, чтобы ты поступила, я взяла ночью. Может быть, это стресс. И вымыла весь подъезд. У нас там больше 10 этажей было. Сила какая физическая у мамы еще. Ты можешь ради сына вымыть подъезд свой? У меня даже мысли такой не было. Я, наверное, могу вымыть? Я знаю, что Вадик бы вымыл подъезд. Нет, подожди. Ради твоего сына. А ты... Как ей пришло это в голову? Ты ради любимой женщины не вымоешь подъезд. Да что ж такое-то? Откуда ты знаешь? Я ради любимой женщины построю подъезд. Понимаешь? Я 15 лет букет ждала. Господи. Ладно. Нас однажды поселили в одну кибитку гримироваться. Так это приходит. Говорит по игре, Миша, иди-ка сюда. Это бросает меня совершенно. И он говорит, вот тут меня, пожалуйста, проломашь. И вот тут еще. Зачем тебе это самое? И она обрабатывала только его. Я сидела и думаю, вот сейчас вот я его тресну или ногой, или рукой. А вот у вас с мамой одни, понимаешь, какие-то мотивы. Треснуть кого-то рядом. А он потом вот так это прихорошился, тут все себе сделал. Ну ладно, Ренутик или что ты там называешь? Рена. Рена он тебя зовет. Я пошел. Ну правильно, потому что с меня начинается спектакль. Я говорю, гример, что вы вообще с кем работаете? Со мной или с Игорем? Послушай. У нас эта издражающая своя кисточка, которая тебя обработала всего. А я тебе скажу, но, к сожалению, не всего. А я тебе скажу, что... С ним невозможно даже в гримерке быть. Семейная жизнь, на. Почему? Потому что все должно крутиться вокруг этого человека. А ты хочешь, чтобы все крутилось вокруг тебя? Вот как мы будем... А мне интересно, не надо покраситься? Ты написала сценарий на количество лет назад для Игоря. Потом этот сценарий потерялся. Он так ждал этой роли, что ты снимешь фильм. Но все равно он процвел. Сколько он сейчас играет ролей? Это же невозможно. Подступиться. Весь расписан. Я просто была предтечей. Грандиозного успеха. Щедрый, богатый. Не пьет. Готов помыть подъезд и даже построить. Что еще? Как тебя похвалить? Чтоб ты не врывался ко мне в гримерной без стука. Хорошо. Ренат, я как-то пришел домой и показал Игорю несколько рисунков. Рената Литвинова. Опять воспоминания пошли. А слушай, мы с тобой были на одной встрече, а ты просто слушала, общалась, рисовала. И эти рисунки, это просто, я считаю, произведение искусства. Это все сохранилось. Боже. Это все Рената Литвинова. И все это на ходу. И все это быстро. Посмотри, а. Я хочу, чтобы ты мне расписалась, это я в рамочку повешу. Да что ты. Конечно, поставила свою подпись. Какой он бережливый. Бережливый. Вот почему так вот на ходу просто расточительно написала, даже забыла. Если бы я не подобрал те листки, и бы кто-нибудь выбросил бы, и все. Посмотри. Это же тоже вдохновение. Но ты училась или это просто... Женщина с одним глазом, например. Вот этот вот плохой рисунок, его надо порвать. Почему? Надо отрезать лицо. Почему? Только нижнюю часть. Ни в коем случае. Это мой любимый рисунок из этих... Из этой серии. Вот кого ты ждешь на самом деле. Вот видишь, какие мы разные. Это должна быть одноглазка. Однажды ты нарисовал, он влюбился в нее и ждет теперь. А почему у тебя туда склонность? Это не у меня склонность. Подожди, это склонность от себя, если ты рисуешь одноглазую женщину. Есть женщина, кстати, со стеклянными глазами. Я знаю одну, кстати. Правда, у нее есть муж. Но это не важно. А он знает, что у нее стеклянный глаз? Если он так любит. Я уже к вам привезла на два метра. Да-да-да. Скажи, ты как драматург, это была твоя первая пьеса или нет «Северный ветер»? Абсолютно первая. И единственная пока. Ну, в принципе, сценарии, это же те же самые пьесы. Ну да. В каком-то смысле я не... У меня же кино-драматург, а тут просто драматург. На самом деле ты пишешь то, что видно, и то, что слышно. Никакого закадрового текста. Когда пишешь закадровый текст, это уже значит беспомощность, как правило, когда надо спасать обстановку. Так что, может быть, когда-нибудь я еще напишу пьесу и поставлю в Амхате, но пока я сделаю паузу, ухожу в кино. Не буду говорить ни про что, но запускаюсь с фильмом. Вообще поразительно, что ты бываешь последовательна в том, что ты делаешь, потому что, ну, как сказать, даже в разговоре ты очень часто непоследовательно, тебя бросают в разные стороны. Ты сама разрушила всю ткань нашего разговора. Прости, пожалуйста. Это прекрасно. Это прекрасно, нас ничего не смущает. И при этом ты так последовательно умеешь доводить до конца то, что ты начинаешь. У меня, кстати, заболевание. Я не могу патологически не закончить до конца, начать и не закончить. Мне кажется, даже если я вот, например, мне пришло время умирать, но я не закончила, мне кажется, я отсрочу это дело, закончу, а вот потом я умру. Вот у меня есть это, тогда я и умереть не смогу спокойно. Не получится. Так ты никогда не закончишь, ты будешь бессмертной. А неужели не бывает, ты что-то начинаешь, потом тебе просто скучно становится? Ну, если я это начинаю, я это стремительно хочу закончить. Я, кстати, ненавижу тянуть монтаж, ненавижу тянуть съемки. Я не понимаю, как можно снимать 8-10 лет. Ты же уже потом просто не понимаешь, с чего ты начал. Надо делать это все стремительно и иметь какую-то странную необязательность и легкость. Я всегда это никогда не отношусь к себе серьезно. И мне непонятны люди, которые без тени юмора ужасно серьезны к себе. Скажи, вот самая ирония у тебя с самого начала, или вот судя по тому воспитанию, которое у тебя было, там не до самой иронии? Тем не менее, у меня ее больше. Да, это правда. Я не отношусь серьезно ни к чему. Я обожаю сам процесс. Мне кажется, он даже иногда важнее, чем результат. Но результат я всегда должна выдать, что бы я ни делала. Ты, конечно, счастливые люди, которые с тобой работают, потому что ты очень любишь тех, с кем ты работаешь. Ну, конечно, ну, а как артистов, например, не любить? Это единственное то, что видно и то, что слышно. Это же, в принципе, твои есть руки, которые видны, из чего состоит твоя пьеса. Конечно, я их обязана любить. Но кино мне нравится больше. Почему? Потому что ты встретился с ними раз дубль, ладно, четыре дубля, пять дублей, и все. А в театре это же какая-то вот в каком-то смысле дрессировка. И каждый раз все заново. Но мне кажется, ты сейчас прямо почувствовала вкус в театре, и тебе нравится это. Тебе нравится репетировать. Тебе нравится... Ты выпустила спектакль, ты могла его отпустить. Мне не нравится репетировать. Я просто понимаю, что если я не перепетирую, то там опять будет все. Ты же могла свою пьесу доверить кому-то другому или нет? Другому режиссеру. Нет, ты что? Ну, может быть, когда-нибудь я доверю, а сейчас нет. Мне сейчас, кстати, с удивлением я узнала, что Соловьев со своими студентами поставил пьесу «Пообладать и принадлежать». То, что когда-то снял Валер Тодоровский. «Страна глухих». «Страна глухих». Но все равно это же не вполне то, что написала я. Они же это переписали по мотивам. А сейчас Сергей Исаныч поставил пьесу. Меня удивляют люди, которые в ресторане унижают официантов. Унижают. Думают, боже, какие же они дураки. Какие ущербные. И несколько происхождений люди могут только себе это позволить. Ну, вообще жизнь так относительна, что неизвестно, в какую... Какая жирная, яма может она тебя бросить в одну секунду. Ты всегда это знала или только сейчас внутри пришла так? Она такая вот прям вот это. Я всегда себя ассоциировала вот с самыми униженными. Всегда себя меняла с местами. Вот я вижу, бежит какая-то бездомная собака. У меня моментальная мысль была, что я могла бы быть такой бездомной собакой. И как она беззащитна в этом окружающем мире. Это мама твоя мне дала эту фотографию в свое время. Обидеть. Какая она? И где она сейчас? Где она сейчас, эта фотография? Наверное, мама забрала? Мама забрала, конечно. Я сказал, что как можно больше дайте. Сколько есть, Ренат? Она говорит, все, что есть, дам в юности. Дала целых две фотографии. Ты очень похожа на Олеса Михайловна. Мало я знаю женщин, которые так бы работали над собой, как ты, Ренат. Может быть, даже ни одну не знаю. Вот так над собой именно работали. И это, конечно, есть над чем, что называется, работать. Есть во что всматриваться. Я сегодня из-за вас пропустила спорт. Ты хочешь на спорт? Я хотела пойти на спорт. Первый раз за 10 лет ты хотела пойти на спорт. И спасибо, что ты выбрала нас. Игорь, а на спортсменка? Вот ты в таком месте бежишь по дорожке. Вот в кошмарном виде, в трико я бегу. Где? Где это место, в котором ты бегаешь, в трико? В кошмарном. Рената участвовала там год или два, был марафон благотворительный. Я бежала. Рената бежала там 10 километров, было плюс 2 или плюс 3, проливной дождь. Я потом вижу фотографии, Рената бежала 10 километров. 5. 5 километров, принципиальная разница. Бежала. Под дождем. Ты же легкой атлетикой занималась. Да, ты вот вообще даже ничего не знаешь. Я этого не знал. Сегодня я хотела пойти на спорт, а из-за тебя я не пошла. И из-за тебя тоже. Ну хорошо. Спасибо вам. То, что Земфира рядом с тобой, и то, что вы сделали вот в Северном ветре, это же... Она совершенно гениальная композиция. Она написала потрясающую музыку. Это потрясающая на самом деле музыка. И вообще она меня восхищает. Вот ты говоришь про женщин, которые тебя восхищают, которые работают над собой. Вот этот человек, который работает над собой, никогда не повторяется. Все время ставит себе новые задачи. Но таких очень мало людей, чтобы человек собирал, например, два олимпийских подряд. Без всякой рекламы. Без единого плаката. Конечно, когда ты произносишь такие слова, человек, который собирал два олимпийских подряд, это как бы не вяжется с тобой, потому что казалось бы, что ты... Я знаю, какой это труд. Вообще, если так говорить, это может не скромно, но ее нет здесь. Она такая ныне живущая среди нас гений. Я с тобой соглашусь. И она абсолютно инок от музыки. И вот сейчас она будет писать музыку к фильму. И я, конечно, если бы не она, я даже не знаю. Даже пьеса была бы совсем другой. То есть, подожди, музыка писалась параллельно с текстом или что? Или ты корректировала текст? Она пришла меня и спасла, потому что у меня был другой композитор, который за все это время репетиции вообще ничего не мог написать. Я даже не понимала. Ну, такое, может, бывает. Бывает, знаете, такой момент, когда... не пишется. Ну, и то, что он делал, это было совсем не то. Она пришла, чтобы поддержать коллегу, композитора другого. А вот так. И она просидела и вдруг послушала всю пьесу. И представляете, она через два дня мне принесла половину музыки. И все прямо в десятку сразу? Да, все пошло. Она мой большой друг, большой соратник. Да, естественно. Самый главный мой друг. Да, это понятно, и потому, как ты о ней говоришь, и... Ну, это понятно, но... Меня удивило, что ты не рассказывал ей о пьесе, и ты не читал ей до того, до этого момента. Ой, никто не читает пьесу, видите как. Даже моя мама ее не читала. Вы слушаете, моя мама говорит, вот там вот, значит, начало, вот они о чем-то там все разговаривают очень долго. Это бы я сократила. Надо сразу начинать с того, как сразу вот умирает. Вот первая. И потом она еще сидела с Ульяной. О чем они разговаривают? И она говорит, бабушка, можно я досмотрю? А знаешь, я сейчас вспомнил, мы в Вадик, после того, как я приехал из Питера, Ульяна была с нами на гастролях, Вадик мне говорит, так осторожно, говорит, слушай, ну как Ульяна вообще, как она, какая девочка? Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот, как я говорю, прекрасная, очень такая живая, очень общительная. Она очень, я же вам говорю, вот прям какой-то этот трактор такой с таким тяжелым характером. И она неуправляемая для тебя? Ну, как сказать, сейчас ей 16 лет, но она очень добрая. Все-таки она очень человечная. Она, ну, характер, да. Она там, конечно, из тебя вынет всю душу. И замотает. Ну так она живет же на расстоянии от тебя. Почему? Как это интересно знать, на каком расстоянии. Я же постоянно, каждый выходной с ней, почти что. У меня даже в театре, в расписании, никто никогда не ставит спектакль на пятницу, субботу и воскресенье. Не играем же мы никогда в выходные. Да, это твое условие. Так у меня ребенок. Ни у кого детей же, божественно, кроме Ринаты нет, понимаешь? У всех же... А у Ринаты ребенок. Ринат. Да потому что она плевать всем на ребенков, а мне нет. Ну всем, естественно, наплевать, кроме тебя, конечно. А у меня сильно не наплевать. Она у меня под контролем, значит, я у нее под контролем, и она у меня под контролем. И мы в такой иллюзии, и что мы друг друга контролируем. Прекрасная иллюзия. Ладно. Слушай, у тебя в теверном ветре есть фраза, я не помню, как она точно звучит, вот назначить мечту нужно или как-то вот так. Назначить мечту. Ты себе назначила мечту? Да, я их постоянно назначаю. Я хочу загадать мечту, чтобы Игорь получил потрясающую, крутейшую роль. У него должна быть какая-то выдающаяся роль, на которой ты, наконец, обретешь полнейшее спокойствие и гармонию. Ты в таком роскошном платье сегодня? Это платье от Демна. Как приятно, что к нам ты пришла в этом платье. Я очень люблю, да. Это мой тоже друг Демна Гавасалия. Это его платье. Он ему, кстати, подарил. Юрий, у меня цветы, я их должен забрать, что ли? Да, да, да. Реночка, значит, смотри. Это, конечно, всего лишь... Раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И теперь со мной столько же. И потом в середину. Давайте я на этой красной штуке. Давай, напиши. У вас двое, да? Да. Чтобы всегда у вас было двое. Всегда. А, знаете, вот так я скажу. Двое против всех. Это же лучше, чем... Не распишись. Рената. А вот это мы смазываем. Рената. Но ты же так нескромная. Боже мой. Ну почему? Можно ей будет написать Вадику от Ренаты. Ой, значит. Вадику от Ренаты. Все. Все? Отправляем на... Вадику. Навсегда. Вадику от Ренаты. Я против всех. Все. Вадику от Ренаты. Редактор субтитров А.Семкин